С великим праздником, который сегодня мы с вами празднуем, торжество православия. Почему этот важен праздник сегодня, дорогие братья и сестры, на первой неделе, в первое воскресенье Великого Поста, чтобы нас с вами поддержать, наши силы, наша уверенность в том, что мы идем с вами правильным путем, правильным путем. В чем заключается смысл этого правильного пути? Родные мои, Господь Бог дал нам знание о том, что со смертью нашего тела личность наша, душа наша не исчезает никуда. Она сохраняется и продолжает свое бытие. Душа каждого человека. И это очень важно для каждого из нас с вами, потому что если мы понимаем, что личность наша со смертью нашего бренного тела не исчезает, становится вопрос, а куда оно тогда девается, куда наша душа девается. И нам тоже с вами, верующим людям, это открыто. Два есть места, куда определяется наша с вами душа. Это в те места, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. В это место. И другое место, где, наоборот, плач и скрежет зубов. И это знание нам говорит о том, чтобы мы были внимательны к своей жизни, для того, чтобы действительно попасть в то место, где нет ни печали, ни воздыхания, ни болезней. И то, родные мои, очень важный момент. И то, что со смертью бренного тела личность человека не исчезает, мы видим на примере святых нашей с вами церкви. Скажите, для чего люди едут в Москву, к Матрону Московской? Это женщина, которая давным-давно умерла. Чего к Ксении Петербургской мы едем? Что мы там делаем? Они же умерли давным-давно. Но как раз их делание после смерти телесной и подтверждает то, о чем говорит много лет церковь. Не исчезает личность человека. И если человек достиг особой благодати Божией, имеет плоды благодати Божией, живя ради Христа во время своей земной жизни и делая только благие дела, эти дела не прекращаются с его смертью телесной. Вот вам пример и счастье, которое мы сегодня с вами имеем. Здесь тапочка святителя Спиридона Тримифунского. Дорогие мои, человек, который во время своей земной жизни творил столько добрых дел, что вообще всю свою жизнь посвятил Христу. Как апостол говорил, не я живу, но живет он на мне уже Христос. Так жил святитель Спиридон. Так он жил. И когда пришел смертный час, кто из нас усомнится, что его делание не прекратится у Бога, потому что для Бога все живы. Все живы для Него. Нет у Него мертвых людей. Нет. И, конечно же, не прервалось его делание благое, то, которое он делал людям, нуждающимся в его помощи. Не прервалось. И оно продолжается и сегодня. В чем чудо святителя Спиридона? Удивительное чудо, родные мои. Ведь Господь Бог своим угодникам даже мощи сохраняет. То есть тело его, бренное тело, которое не разлагается, оно сохраняется. Но у Спиридона Тримифунского вообще удивительный момент какой. Температура тела его, мощей его 36,6 градусов. Это температура нормального, здорового человека. Согласны? Да. Сколько раз ученые просили церковь изучить этот феномен, непонятность этого феномена. И никогда церковь ни разу не препятствовала. Православная греческая церковь никогда не препятствовала. Изучали они, работали с этим феноменом, с этим удивительным событием. Что для нас с вами является просто чудом. Одним из многих чудес, которые Господь творит в этом мире. Изучали и ничего не могут сказать на этом. Почему температура 36,6? Почему мощи Симеона Тримифунского каждые полгода приходится переоблачать? Почему тапочку, вот его, поклоняемся? Они изнашиваются, родные мои. Они изнашиваются. То есть получается, что Господь своего угодника Божия дал ему возможность даже после смерти телесной, а ее не существует, этой смерти. Опять продолжать свое вот это благое дело, свое делание удивительное, поразительное дело. И именно как священники свидетельствуют, которые за ракой с мощами наблюдают, да? Охраняют ее. Что иногда бывает так, что они открывают ключом, а рака не открывается. И они знают, что его там нету. В это время он где-то ходит, кому-то помогает. Вот какое чудо Господь сотворяет. Нас ради человека, нашего ради спасения. Потому что я думаю, что любой из нас прекрасно понимает, что для безбожников они только единственное, что могут развести руками и сказать, ну, мы пока, наверное, этого ничего не понимаем. Когда-то это что-то там откроется или что-то такое. Но для нас это делается. Вспомним притчу о богатом и Лазаре, родные мои. Там четко совершенно Господь вот эту ситуацию разъяснил нам с вами. До скончания века так оно и будет. Богатый, который жил жизнью безбожника, как и сейчас вот этот мир живет, который нас окружает. По смерти вдруг открылось ему совсем иное. То, о чем церковь говорила и сейчас говорит. И то же самое случается сегодня с безбожниками. Когда умирает, и вдруг им открывается тот мир, о котором церковь говорила же. Сколько раз мы об этом говорим? Не слушают. И когда, помните, богатый сказал, Господи, пошли Лазаре, чтобы он хоть братьев моих надоумил. Сказал, что действительно тот, что церковь говорит, то, что верующие говорят, это правда. Так оно и есть на самом деле. Это реально. А что Господь на это сказал? Да ничего, даже их мертвые встанут. Ни пророков, ни Моисея, никого не слушают. Церковь не слушают. Даже если мертвые их встанут. Что, они поверят разве? Не поверят, родные мои. Каждый год, каждый год сходит благодатный огонь. Каждый год. И именно, кстати, вот сегодня торжество православия. Именно на нашу православную Пасху. По старому стилю, по которому мы с вами служим. Потому что некоторые православные церкви перешли на новый стиль. Нет, родные. Именно в этот день, в нашей Пасхе сходит этот благодатный огонь. Ничто. И толпы людей уверовали и бегут в храм Божий. Да ничего. Только ходят и все проверяют. Да нет, там что-то не так, и кто-то там кого-то обманывает. Зачем нам обманывать кого-то? Когда мы точно знаем, что если это будет происходить чудо, не придут они к нам. Это чудо для того, чтобы нас с вами утвердить в правильности избрана нами с вами пути. Правильности правильной веры. В истинности православной церкви. Правильно славящей. То есть, вот это и есть путь, которым ведет нас Господь Иисус Христос с помощью своей церкви. Этой, правильно славящей, единственной церкви, которая должна быть единственной. Она. Которая сохранила истину в неповрежденном виде. Эта церковь, которая ведет нас прямым путем ко спасению. Ко спасению. И поэтому вот это чудо, которым мы свидетели, которого являемся. И вот эта тапочка, которая к нам пришла сегодня по милости Божией, по любви к нам. Чего мы, в общем-то, и не заслуживаем. О чем она говорит? О реальности бытия Божия. О том, что церковь наша двухсоставная. Небесная и земная. Согласны? Небесная торжествующая, а земная воинствующая. Земная воинствующая, которая в состоянии боевых действий, войны, родные мои. Войны за душу каждого спасающегося человека. И именно поэтому, чтобы утвердить нас в дерзновении вот этой борьбы страшной. И Господь прославляет угодников Божьих, которые приходят к нам в мир. Вот таким, творя такие удивительные чудеса. Какими мы сегодня с вами, вот по милости Божией, являемся свидетелями. Вот поэтому эта святынька у нас побудет какое-то время. Вы знаете, что Десница Семена Спиридона Тремифунского тоже будет пребывать в этом году в городе Минске, в Минском кафедральном соборе. Вот. Что ж, радуемся вот тому, что Господь снисходительный к нам. Но самое главное, что Он поддерживает нас в дерзновении к Нему, в вере. И утверждает нашу веру спасительную, которая ведет к нам нас ко спасению. Радуемся? Радуемся. Радуемся. Спасибо, Господь. Дорогие мои.